Это обычный дождь в Аркадии. Немножко накапало. И что мы видим? Вот такое сейчас происходит возле ресторана Астоль. Вся вода, которая стекает по Хаманино, потом бежит огромной грязной отвратительной рекой прямо на главный пляж города в Аркадию. Людям приходится ходить в резиновых сапогах. Но приходится еще и работать, грузить всякие железки прямо под дождем. А рука и не думает останавливаться. Отбирается все ближе к ресторанам. Даже страху поставить, что только сейчас везде на пляже. Родить туда очень сложно. Для этого нужно берите вот эту реку. Мы попытаемся это сделать. Река эта идет, пока майнил, на самом деле небольшой поток. Основной наплыв воды идет со стоянки. Здесь воды просто по бордюр. Сейчас мы все-таки попробуем спуститься и посмотреть, что происходит внизу. Как видите, одесситы не унывают. Радуются дождю, катаются. Пришлось немного замочить ноги. Сюда по всему отрезаться замочить и почем больше. Здесь можно аккуратно пройти. Мы обойдем эту часть. Вот, что сейчас происходит возле Стронхауса. Это настоящее Одесское море во время сентябрьского дождяка. Прекрасно продуманная ливневая система, как видите. Все четко. Вот еще неплохой водостор. Видите, специально продуман инженерами управления по защите побережья. Сюда, судя по всему. Идем дальше. Впереди виднеется Раптонда. Под ней прячутся люди, которым не повезло сегодня отдыхать на море. Ноги мои уже полностью мокрые. Мне приходится еще в воде. Что комошка вода скапливается там, где не должна скапливаться. Через центральный пляж. Пекут. Две зловонные реки. Сейчас я вам их покажу. Вот такая красота печет. Одна ближе к Раптонде, вторая по центру пляжа. Сейчас я покажу вам ближе реку, которая печет по лестнице возле Стронхау. Если я туда смогу добраться, то, как видите, и эта лестница превращилась в самый настоящий водопад. Но ноги мы у нас так мокрые, поэтому терять не нужно практически легко. Такое оригинальное инженерное решение, как вы видите. Ливневка 21 века. Ну что ж, вот это вот первая речушка, которая стекает по лестнице Раптонды. К сожалению, тут мне подсказывают, что нужно было двигать камеру. К сожалению, я, наверное, начал стримить изначально с ним неправильно. Ну, это не помешает вам насладиться замечательной продуманностью инженерной коммуникации города Одесса. Я не знаю, как это было. Понятно, что нету курица, вдруг выходит по курицей инфекционе. У нас уже не знали, что у нас в мире остался ряд на море. Сейчас вы сможете. Вот так. Скорбчатке вы можете. Задача не ожидаете, что водопад... Не знаю, как это было. А потом не читать, что на первом погоне этого водопада. Ну, ну, мы можем о чем рассказывать детям. Кикнук там. К сожалению, у меня уже очень сильно нанял телефон, мне придется на время отключить трансляцию, но самые интересные места я вам уже показал.